салам алейкум купил я себе значит apple watch они оказались бракованы стрелочки на них не поворачиваются и ремешок не из натуральной ткани для того чтобы расширить свой экспириенс от apple watch я решил к нему докупить аксессуар и об этом аксессуаре будет сегодняшнее видео без него они не работают именно поэтому на ближайший месяц на него я и ухожу я android не придаю лишь временно буду изменять но а как иначе еще ими пользоваться а что это за гаджет понять уже хочу давно знаете мы можем я в том числе бесконечно кричать что apple скатились об уже не торт и так далее но культ этой компании будет двигать ее еще очень долго купить без предзаказа этот телефон невозможно очереди к нему стоят да я знаю что в москве магазины пустые но я сейчас штатах и без предзаказа его нельзя взять ты приходишь я объездил все apple store в городе и везде sold out и консультант сказал что единственный твой шанс его купить это в 6 утра встать и попробовать успеть за 10 минут сделать предзаказ я проснулся в 6 утра я действительно сделал предзаказ и через 20 минут их уже не было приехал в store забирать свой телефон и вот это все туда очереди стоят то есть очереди есть видите на стекле здесь есть такие черточки да это после случая когда бабка въебалась в витрину apple store и отсудила у apple там очень много денег с тех пор эти черточки начали появляться на витринах уровень доверия в apple store и меня удивляет посмотрите как здесь лежат apple watch они ничем не привязаны никакими магнитами по сути вот берешь и как бы на выход все ох чего не сделаешь ради нового айфона выходишь охуевший за пол стора охуевший от цены на чехлы и тут сразу же добрые люди банчат китайским хлам ну таким же самым на самом деле а только в четыре раза дешевле как тебе такая конкуренция а рыночек порешал чисто ради интереса посмотрел сколько он стоит в россии понял что я сэкономил более 30 тысяч рублей ни хера себе разница у меня 11 pro max на 256 гигабайт и стоит он дешевле чем в россии минимальный на 64 он не нужен в россии за такие деньги ни один телефон таких денег не стоит пленку с него я не снял не потому что я его собираюсь возвращать и потому что все вот эти басни про горелоглаз не царапающиеся не бьющиеся стекло я уже слышал царапается об воздухе при первом же падении она разбивается поэтому пока так потом куплю другую наверное я громче других в интернете кричал про стремность его задней камеры и мне стыдно но она мне нравится она такая симпатичная футуристичная мне стыдно причем что важно заметить сама apple этой камеры не стесняется и всячески абсолютно на всех рекламах ее демонстрирует чего не скажешь про челку вы знаете что они всегда на презентациях ставят темные обои чтоб ее не особо было видно в жизни она реально не так уж и плохо спереди он все такое же уебище вот это знаменитая челка вот эти края с размером с мой палец фанаты уже смирились делают вид что ну здесь датчики таки надо сбоку тоже датчики расположены да господи я совсем забыл о спонсоре а ведь именно благодаря нему это видео стало возможным у этого ролика есть спонсор и это без шуток самый масштабный проект в девятнадцатом году raid shadow legends насколько могучие название отзывы у него кстати тоже могучие их более 300 тысяч озвученная сюжетная история такого даже в зельде за 5000 не было а эта игра кстати бесплатная классная 3d графика не мыслимая кстати для того же свеча а какой уровень детализации у этих чемпионов которых к слову аж 400 штук как по мне вот этот самый солидный более 10 миллионов игроков по всему миру уже присоединились к игре я тоже присоединился а учитывая количество рекламы на ютубе присоединится еще больше темп развития дикий вот какое число обновлений планируется на ближайшие 6 месяцев новые фракции новый клановый босс и командные сражения на арене и многое другое качай raid только по моим ссылкам в описании получи 50 тысяч серебра и эпического чемпиона для новичка а перейдем все-таки к впечатлениям и несмотря на весь скепсис юмор и так далее когда ты держишь его в руках ты понимаешь что ты держишь премиальный телефон у него великолепное качество сборки качество материала тактильные ощущения задняя крышка она стала матовой и безумно комфортно мой основной телефон сегодня это galaxy note 10 plus он не всем нравится потрясающий но скажу честно этот в руке лежит приятнее намного не в последнюю очередь из-за обтекаемых углов и кстати он по весу он очень тяжелый телефон но мне почему-то нравится но все это эстетическое наслаждение она вмиг рассеивается когда ты вот эта рамка края очень плохо но введение в новом айфоне совершенно немного из-за чего большую часть видео я буду говорить про его камеру и сравнивать его с прямым конкурентом galaxy note 10 plus но еще и потому что камера это самое важное что есть в этом телефоне потому что во первых apple большую часть презентации они говорили во вторых это основное что его отличает от iphone 11 в третьих в принципе флагманское устройство львиную часть его суммы вы отдаете за камеру и первое нововведение apple убрали 3d touch за шо я любил iphone за эту функцию это было безумно удобно нажал на приложение выскакивают дополнительные функции управляешь утилитами почему зачем для чего кому это выгодно большую часть изменений привносит не сколько iphone сколько ios 13 и она действительно революционная появилась темная тема сняли ограничения на загрузку приложений с мобильной сети появилась возможность удержанием кнопки вай фай поменять вай фай раньше надо было лезть в настройки добавили возможность изменения сетки в приложении фото появилась файловая система появилась поддержка геймпадов и вы спросите а есть что-то то чего не было на андроиде кучу лет назад я не знаю я посмотрел кучу обзоров и изменений реально много но это либо было в android либо эти изменения в локальных приложениях apple да в плане революшена ios 13 не сильно впечатляет но в плане плавности стабильности энергоэффективности у меня претензий нет и было бы странно если бы они были apple не изобрели с 13 ничего нового все старое но это старая справедливости ради отшлифована до идеала но многого еще не хватает например изменения сетки приложений ну почему этого нет в доке мне не хватает места я хочу еще одно приложение как минимум туда засунуть мне очень не хватает виджетов то что iphone называет виджетами это говно какое-то я хочу поставить три часовых пояса 4 на главный экран почему этого не могу сделать я все еще не понимаю почему настройки камеры происходит не в приложении камеры а в дебряк настроек почему короче у ios осталось еще множество мелких но вот таких очень неприятных занос но в целом неплохо у айфона есть экран внезапно по заявлению некоторых вроде как авторитетных изданий экран айфона сегодня считается лучшим экраном на рынке супер retina xdr то что экран потрясающий вопросов нет это правда вопрос в том а почему лучше во первых у него нет 90 герц у других некоторых есть во вторых что в просмотре hdr контента что в яркости что в калибровке цветов цветопередачи например мой самсунг не уступает по каким параметрам айфон считается лучше на солнце они все хорошо снимают а как в помещении слабо освещенном а большего говорить про новый айфон вообще нечего да я бы мог говорить про новую структуру его платы виде бутерброда вам же это очень интересно знать поэтому мы переходим к самому интересному и моему самому любимому я не буду я обожаю делать эти тесты бегать фоткать сравнивать это интересно очень много дней перетестов потому что мобильная съемка во многом это все-таки software и она очень предсказуемо одни те же настройки одинаковые условия но один раз она фоткает так а в другой раз вот так и постоянно надо делать перетесты когда я проводил тесты камер результаты были противоречивы что у первого что у второго где-то гораздо лучше айфон где-то гораздо лучше самсунг важно понимать что оба этих телефона снимает потрясающе каждый из них в чем-то лучше в чем-то хуже и проведя все эти тесты я сейчас не могу ответить какой мне нравится больше и сейчас вы поймете почему давайте начнем зума и это айфоновский позор мало того что он делает лишь шестикратное увеличение в сравнении с десятикратным на самсунге так она еще и вот так выглядит это в объяснении не нуждается это очень плохо информацию со знака мы получить не можем цифры на фургоне у айфона они близки к нечитаемым при том что на айфоне всего лишь шестикратное увеличение на самсунге мы получаем больше увеличения и еще и лучше четкость но это что касается видеосъемки десятикратное увеличение у айфона есть в режиме фотографии и здесь мы наблюдаем что результаты плюс-минус одинаково сопоставимы с айфоном ты точно не пошпионишь с другой стороны у айфона есть на мой взгляд преимущество в более важном моменте это плавность его зума во всех android телефонов когда вы делаете резкое увеличение или уменьшение картинки происходит смена модуля камеры широкоугольного на обычный и так далее и к сожалению все это получается очень рвано и увы samsung не исключение в айфоне apple сделали чудо и нам дали фантастическую плавность при смене модулей как они это сделали почему другие так не могут мне неизвестно для большего понимания вот как это выглядит на самсунге очень рвано особенно рвано когда он переключается на ширик на айфоне конечно гораздо плавнее мое почтение он также превосходен скорости фокусировки на мой взгляд примерно в три раза быстрее чем на самсунге очень долго самсунг фокусирует с другой стороны фокусировка на близких расстояниях в отличие от самсунга у айфона она невозможна макро на айфоне отвратительное samsung убегает далеко вперед разница но абсолютно космическая вблизи айфон не вытягивает вообще стабилизация я помню то время когда в этом деле айфону не было равных сегодня все иначе стабилизация на самсунге либо такая же как у айфона либо в зависимости от ситуации даже лучше вы наверное ждали что будет бегать штурмовик но у него нет визы в сша и поэтому приходится бегать мне одному плане стабилизации самсунг проделал очень большую работу я им доволен давайте напоследок супер тряску вот так вот так и вот где она будет более различимо тот и победил очень интересный тест шестикратное увеличение и штатив я поставил на вибрирующий кондиционер посмотрите как каждый телефон гасит вибрацию почему это важно потому что когда ты зуммируешь ты держишь телефон не на штативе а в руках если вы снимаете в двух и более кратном увеличении а я когда снимаю влоги всегда так делаю на самсунге картинка окажется лучше и вроде как побеждать samsung но есть маленькое уточнение это все было в 30 fps в 60 samsung стабилизацию не поддерживает и вот какой результат снимать ролики на samsung galaxy s 10 плюс без специального стабилизатора категорически запрещено да не очень приятная ситуация для самсунга но как я и говорил у нас качели плохо в этом зато хорош другу когда samsung не в помещении звук у него мне нравится больше чем на айфоне звук записывается с устройства я буду периодически чередовать в принципе мне сложно сейчас оценивать потому что картинка показана на телефоне никогда не соответствует тому что ты видишь потом на компьютере не стану заходить супермаркет мало ли еще доебутся на меня уже внимание обращают но я в америке здесь все может вот примерно в таком состоянии большинство из вас тех кто хочет купить себе камерафон он и будет снимать бегать вы будете редко но тем не менее проверить все таки стоит у айфона звук ниже тише такое себе при том что интересно диктофон у айфона крутой в начале видео когда я снимал себя на камеру звук я записывал на айфон почему видеозаписи так я не понимаю его микрофон лучше самсунговского работает именно в помещении не на улице у айфона звук в помещении чище чем у самсунга у того очень много эхо переходим к фотографии и это самое что я не люблю делать потому что во первых разницу необходимо искать под лупой во вторых разница найденная под лупой она уничтожается на фоне социальных сетей instagram телеграм и так далее вы не заметите поэтому я вам сэкономлю времени не смотрите видео дальше фотографируют они одинаково но для тех кто остался нет они не фотографируют одинаково если присматриваться перед вами сравнении фотографии на первый взгляд кажется что фотографируют они не просто одинаково и идентич budget как будто это один и тот же телефон до на первый взгляд она вроде как одинаково но глубина черного на автомобиле мне больше нравится на айфоне зато текстура лучше выражена именно на самсунге с другой стороны айфон лучше обрабатывать на столько мелкие объекты как вот эта сетка потому что на самсунге это вовсе мыло здесь вообще нет сетки на этой картинке поверхность бетона более выражена на самсунге но у самсунга есть очень неприятная черта не только на этой фотографии но и вообще у него чувствуется некоторая гуашь вот согласитесь вот здесь у айфона при этом все натурально честно я не вижу смысла в таком анализе на каждом снимке будет зона где один лучше где другой хуже и наоборот мой вердикт следующий у айфона лучше цветопередачи но хуже детализация особенно сильно это видно на фотографиях с широкоугольного объектива ширик у обоих очень хороший но на самсунге мне больше нравится самсунг лучше деталями айфон лучше цветами в общем то все все с дневной съемкой но есть еще и ночная на презентации apple очень много говорили про ночную съемку и сравнивали себя с google пиксель но не так уж они хороши в ночной съемке вам скажу ими явно есть куда стремиться это заметно когда ты просто смотришь фотографию и еще более заметнее когда ты изучаешь ее детали на картинке появляется много шумов смазанность детали еще какая-то желтизна по части ночной фотографии samsung уверенно вырывается вперед но серьезно спотыкается и ударяется лбом по части ночной видеосъемки смотрите на небо очень много шумов все смазано здесь мое предпочтение явно за айфоном важно дополнить мою мысль я не говорю что айфон фотографирует ночью плохо просто он немножко уступает самсунгу я все равно не понимаю ночную съемку все это делалось на штативе в реальных условиях я бы в жизни такое не делал только для тестов на ютубе в руках подобные снимки будет сделать гораздо сложнее чуваки как я и говорил натуральные качели кто-то лучше в одном кто-то лучше в этом и вот так единственное место где немножко наблюдается нейтральность это с шириком ну на мой взгляд они плюс-минус одинаковые все что в нем было новое это его камера я специально не уделил столько времени и она хорошая она откровенно крутая чего-то большего увы не завезли хотелось какого-то революшина знаете ли но это просто минорное обновление и на этот телефон стоит обновляться только в случае если у вас ну очень старый айфон обзор на этом подходит концу чуваки вы бы знали насколько заебисто делать подобные тесты я надеюсь что вам это нравится и что вам это интересно если считаете что тесты можно улучшить добавить какие-то новые то обязательно пишите